Я приветствую наших ценных зрителей. Вести утро. Россия 1 продолжает вещание. Четыре семьи из Карачаева, Черкесии вышли в окружной полуфинал конкурса. Это у нас семейная. Наш регион представят семья Барануковых из Черкеска, Евдокимовы, Пономаренко и Барлаковой из Усть-Джигуты и еще семья Василенко-Гудовцовой из поселка Кавказского. В Республиканской госфилармонию прошло музыкальное театрализованное представление в числе зрителей мюзикла «Волшебная лампа Алладина». Были и вынуждены переселенцы из Белгородской области. Мюзикл по известной сказке об Алладине и волшебной лампе поставил коллектив Республиканской филармонии и не без основания, рассчитывая на интерес как у детской аудитории, так и со стороны взрослых. Ведь произведение учит не сдаваться ни при каких обстоятельствах, искать выход из любой ситуации. Мы все одна Россия, для этого у нас чужих нету, и мы с удовольствием сегодня их пригласили для того, чтобы дети и взрослые посмотрели мюзикл, который наша государственная филармония поставила. Я думаю и уверен в том, что они получат огромное удовольствие. Девушки из ансамбля народных танцев «Дочери Нартов», чувствуя ритм этнических мелодий, виртуозно воплощают его в движениях. Делают это профессионально, чем и радуют своих зрителей. А мастерство исполнения помогает достичь все новые и новые высоты в мире танца. Овладеть уникальной техникой и стилем освоить основы и продвинутые элементы кавказских танцев, придавая каждому движению глубокий смысл и эмоциональное насыщение. Вот к чему стремятся и хореограф, и ее подопечные. Юлия Даурова – руководитель ансамбля из числа строгих наставников, для которых важен конечный результат. Но между тем она еще и друг, вдохновитель, умеющий настроить девочек на нужный победный лад. Сегодня знаменательная дата в календаре. 17 апреля 1877 года Лев Толстой завершил роман Анны Каренина. Лев Николаевич задумал роман о частной жизни и отношениях современников 24 февраля 1870 года. Но к реализации своего замысла приступил лишь в феврале 73-го. Роман издавался по частям, первая из которых была напечатана в 1875 году в русском вестнике. Постепенно роман превращался в социальный фундаментальный труд, получивший огромный успех. Роман представляет собой масштабную картину нравов и быта дворянской среды Петербурга и Москвы второй половины XIX века. В произведении сейчас читаются философские размышления психологическими зарисовками, а также сцены из жизни крестьян. Сегодня в 16.30 смотрите на нашем канале программу Мединина Джанкиозовой об истории и легендах Плата Бермамет. В последнее время оно стало мегапопулярным благодаря красивым видам на Эльбрус. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести на черкесском языке». Я с вами прощаюсь, желаю всем везения. В заключении расскажу, какая будет погода. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. В горах порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. В горах плюс 2, плюс 7. Днём плюс 27, плюс 32. Местами плюс 17, плюс 22 градуса. В Черкесске без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днём плюс 30, плюс 32 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова